МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности ДТП в поселке Виноградном. Неутешительная статистика коронавируса в Анапе. За что будут судить экс-директора заповедника Утриш. Как на курорте отметили день ВДВ и не только об этом. Стали известны подробности ДТП под Анапой. Напомним, ЧП произошло на железнодорожном переезде в поселке Виноградном около 8.40. Столкнулись бензовоз и электричка. 29-летний водитель автомобиля, перевозивший дизельное топливо, решил проехать через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с электричкой, следующей из Керчи в Анапу. Автоцистерна загорелась. Ее потушила прибывшая на место оперативная группа Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Погибших нет. Водитель бензовоза в результате ДТП с различными травмами госпитализирован в городскую больницу Анапы. Проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства аварии, рассказали в пресс-службе отдела полиции Анапы. Всего для ликвидации последствий ДТП было привлечено 14 человек. 5 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники. О коронавирусе. Названы самые зараженные города Кубани за сутки. Анапа в лидерах. Стоит отметить, что в Краснодарском крае отмечается рост числа зараженных COVID-19. По данным на 2 августа за сутки в госпитали на Кубани попали еще 263 человека, 19 из них дети. Самыми зараженными за день стали Анапа, Сочи, Белореченский район и Армавир. Здесь выявили 22, 54, 25 и 17 новых случаев соответственно. Краснодар оказался на пятом месте с 16 заболевшими. Столько же выявили и в Василковском районе. 11 инфицированных в Мостовском, 10 в Кореновском. В Лобинском районе подтвердили 9 случаев, в Абширонском – 8, в Ейском и Ленинградском – по 7. В Геленджике, Туапсинском, Курганинском, Крымском, Темрюкском, Белоглинском районах – по 6 заболевших. В Крыловском районе – 5, в Кущевском – 4, сообщили в Оперштабе. В других городах региона зараженных за сутки меньше. По 3 человека выявили с коронавирусом в Новороссийске и Новокубанском районе – по 2, в Староминском и Тимошевском. Единичные случаи зафиксированы в Горячем Ключе, Денском, Красноармейском, Северском, Успенском, Новопокровском районах. Сейчас в стационарах лечатся 3063 жителя с ковидом. На дому – 4959 человек. Стоит отметить, что увеличилось и количество летальных исходов. Сегодня снова рекорд – 34 человека умерло в регионе с коронавирусом. В январе количество смертей за сутки достигало максимум 22 человек. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении директора заповедника Утриш, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения и халатности. Его сыну предъявлено обвинение в мошенничестве. Установлено, что в марте 2020 года на территории Анапы был установлен особый противопожарный режим. А с 10 августа 2020 года непосредственно на территории заповедника был установлен самый высокий уровень пожарной опасности пятого класса. По данным следствия, в период высокой пожароопасности директор халатно отнесся к возложенным на него обязанностям, не приняв должных мер по ограничению нахождения людей в заповеднике, не обеспечил патрулирование территории, не усилил посты в наиболее посещаемых местах. Кроме того, он определил инспекторам охраны обеспечить деятельность коммерческого экскурсионного маршрута «Экскурсия по береговой линии заповедника», освободив их от выполнения прямых обязанностей патрулирования территории в закрепленном обходе, лишив государственных инспекторов возможности проведения патрулирования, профилактики пожарной безопасности и выявления фактов нарушения ее правил. Крылатая пехота, голубые береты – элита российских войск. Их называют по-разному, но одно всегда остается неизменным. Высокое уважение к тем, кто всегда на передовом рубеже, кто готов выполнить любое, даже кажущееся невыполнимым, задание. Сегодня свой праздник отмечают военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск. В Анапе прошли торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате. В этот день реяли на ветру флаги, звучали патриотические песни, радовались долгожданной встречи ветераны службы. А фонтаны в городе-курорте по традиции не работают, закрыли на профилактику. Рабочие чистят фильтры, насосы и другое техническое оборудование. После того, как чаши продезинфицируют и зальют в них чистую воду, фонтаны запустят. Это стандартная процедура, которую уже не первый год проводят в Анапе именно в день ВДВ. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – салон красоты Натали по адресу улица Новороссийская, 281. Салон красоты Натали предлагает широкий спектр услуг. Здесь каждая новчанка сможет почувствовать себя принцессой благодаря чуткому отношению профессиональных мастеров. А анапские мужчины наверняка оценят демократичные цены. Помимо стрижек, окрашивания волос и укладок, как для взрослых, так и для детей, здесь проводят процедуры по лечению волос и наращиванию волос. А также к вашим услугам маникюр и педикюр, ламинирование и наращивание ресниц, коррекция и окрашивание бровей. Все виды массажа, восковая эпиляция и не только. Салон красоты Натали позволит вам выглядеть великолепно в любой момент. Жительница Анапы рассказала об удивительном пасечнике, который не побоялся разобрать улей диких пчел голыми руками. Насекомые собрались во дворе частного дома. По фильмам помнила, что на пасеку одевались так, как в последнее время приходили ковидным больным. Каково же было мое удивление, когда приехала семейная пара пасечников, и за час рой из 7 тысяч насекомых сняли вручную. Восхитилась она на своей странице в Инстаграм. Женщина рассказала, что пасечник специально снял футболку, чтобы своим запахом не привлекать пчел. Одно насекомое все-таки его ужалило, но, по словам хозяйки участка, мужчина этого даже не почувствовал. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Астраханская, 104. Жертвами очень опасного и малоизвестного явления – обратного течения или, как его еще называют, тигун. Это течение есть и в нашем Черном море. Все случается неожиданно. Человек плывет от берега, потом поворачивает назад, но у него ничего не получается. Даже пытаясь плыть изо всех сил, человек не приближается, а удаляется все дальше от берега. Все безуспешно. С силой на исходе человека охватывает паника. Здесь важно понимать принцип действия обратного течения. Оно направлено под прямым углом к берегу и образуется в процессе отхождения потока, прилившей воды в сторону моря. Самые опасные отбойные течения образуются на мелководье. В местах, где пологий берег и песчаные отмели, Сергей Семерков, начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы, рассказал, что каждое утро анапские специалисты оценивают ситуацию и принимают решение, можно ли сегодня людям заходить в воду, не опасаясь за свое здоровье или все-таки лучше остаться на берегу. Кроме донного течения, немало неприятностей отдыхающий может доставить и сильный ветер. Из-за него на курорте возможны временные ограничения на купание на матрасах и катание на катамаранах. Любого отдыхающего может легко унести в море, и тогда трагедии не избежать. Ведь не раз спасателям приходилось на катере спасать туристов из моря достаточно далеко от береговой линии. Но, как правило, отдыхающих, приехавших в заветный отпуск на несколько дней, это не смущает. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал. Далее прогноз погоды в городских подробностях. Спонсор прогноза погоды – океанариум в парке 30-летия Победы. Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке «Планета океан». Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой, спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, из островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря. Собственно, охранник зоопарка Леопард Ричард. И это не телепередача «Мире животных». Это океанариум «Планета океан» в парке 30-летия Победы. Во вторник 3 августа нас ожидает солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Влажность воздуха 59%. Ветер подует с запада со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 25 градусов. На сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова